МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всегда для вас ведут астрологи Сергей Сгозинский и Ксения Мавлютова. Астрологическое. Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Ждем ваши звоночки к нам в прямой эфир. Номер прямого эфира вы видите у себя на экранах. Также для вас я его продиктую. 8-911-300-1377. На этот номер можно только звонить, а писать можно в группу ВКонтакте. Группа ВКонтакте называется Астрологический центр знаки. Здесь есть несколько разделов. Есть вопросы астрологу. Можно там разместить свой вопрос. Есть раздел обучения астрологии. И вот у нас уже стартовал первый курс. Как прошло? Да, уже 4 занятия прошло. Уже изучили септенор и, так сказать, дальние планеты. Уже удивились, что Плутон отвечает за магию. Уже удивились, что, оказывается, магия есть. Существует. И никуда не деть из нашей жизни. И вот дальше будем изучать фиктивные планеты, да, морально-нравственные там всякие принципы космического значения. Студентов как глаз горит. Глаз горит. Но видите, в чем интересно. В отличие от школы, я сейчас немножко в школе тоже работаю. И вот в школе дети, они же не мотивированы никогда. Их надо заставлять, топтать, кричать. Делай это, куда пошел. Учить, учиться. А те, кто приходит астрологию учить, слава богу, и в школе не преподают. Слава богу. Те люди идут мотивированные. Им интересно. Они вот каждое слово хватают. Им вот все надо, все подавай. Попробуй их. Вот сейчас на втором курсе пропустил одну девушку. Не дал ей задание по транзитам. Она мне написала, что это такое. Меня проигнорировали. Всем дали задание. Мне не дали задание. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю учебу, да. То есть мне кажется, вообще, с точки зрения педагогики, вот человек должен мотивированно приходить в какую-то учебу. Ну ладно, в школе мы ему втолкнули там, математику русский что-то втолкнули. А дальше нет мотивации, ну и нет мотивации. А как вы считаете, как вот к 17 годам, к 11 классу сделать этот осознанный выбор? Ну, во-первых, обратиться к астрологу. Это естественно. То есть, вот я сколько не помню себя как астролога, да, и если родители приходят и жалуются там на ребенка, там что-то он не то делает, не то что-то, говорю, приведите мне ребенка, да. И вот если с ребенком разговаривать относительно судьбы, но с разрешением родителей, конечно, то он, конечно, удивится и будет делать все, чтобы эта судьба была к нему благосклонной. Да, он как бы мотивируется. Тем более, ребенок подросток, он же родителей не слушает. Для этого у нас и институт, там существовал раньше, родителей крестных, да, или наставников каких-то. И вообще у ребенка всегда есть какая-то группа референтная, которая у них слушает. Родителей он считает стариками, да, любых родителей, да, и нас в том числе, да, и которых слушать не надо и так далее. То есть можно использовать вот эти хитрости, чтобы ребенка мотивировать, направить куда-то. Ну и вот бывает по-разному, бывает по-разному. Но потом школа, это же система, да, то есть система тоже, она же не настолько индивидуальна, что мы под каждого можем подстраиваться. Школа сейчас заполнена, школа там, 30 человек в классе. Это же, там 20 их не охватишь глазами, да, когда их 30, это вообще-то их опросить-то не успеешь за урок. А надо же каждому оценки поставить и так далее. То есть все мы в каких-то вот и педагоги, и дети, и все мы в каких-то загнанных таких обстоятельствах находимся. А я просто говорю про обучение астрологии. А вот астрологию уже люди изучают, которые мотивированы, которым это интересно, это надо. Они хотят использовать это в своей дальнейшей деятельности. Они хотят, там, может, кто-то стать астрологом профессиональным, потому что рынок растет, растет, растет астрологических услуг. Кто-то еще там что-то, ну, ищут как-то себя, пробуют. Очень замечательно. Сергей Михайлович, скажите, а среди ваших студентов есть уже люди, которые изучали, или может, какая-то база есть? А может быть, кто ведическую астрологию джойтиш изучал? Нет, вот смотрите, когда... У нас же такая западная астрология, да, с небольшим уклоном там в морально-этические какие-то позиции. А вот... Джойтиш? Да, вот астрология индийская, она весьма своеобразна. Весьма своеобразна. И если человек... Вот у меня была девушка, она говорит, вот я пойду сначала изучу джойтиш, а потом вот к вам вернусь. Естественно, она не вернется никогда, потому что там уже своя система, и там... Она отличается, да? Она отличается очень сильно, да. Ну, представляете, в нашей астрологии человека есть... Вот как мы в обществе живем, да, такая астрология. То есть у нас есть выбор, мы можем... А не только река Ганг. Да, да, мы можем там жениться, выйти замуж за кого хотим, да, мы можем поменять профессию, мы можем поменять город. А там в идейской астрологии... Ну, то есть там совсем другая культура, другое вероисповедание, другие истины, философии. Да, там как, знаете, как вот социум устроен, да, что шаг в лево, шаг в право, побег. Так подходит ли тогда западному человеку, ну, европейскому, этот человек? В некоторых случаях подходит. Подходит? А в каких-то таких нет? Ну, я не знаю, там некоторые вот прогнозы делают, некоторые там его к нашей вот культуре... Сейчас же у нас постмодернизм, можно все брать откуда хотите, так, брать и вот делать и так далее. Но в общем таком, в общем огромном таком состоянии не подходит. Но для какого-то человека подходит безусловно. Так, там разные философские устой, разное понимание жизни. Ну, кастовость какая-то, мне кажется, такие дети природы. Есть, да, 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 да. У нас астрология вот немножко другая, чем там. И в Китае другая астрология. Там даже не астрология, там система метафизики, да. У нас есть вот девушка Татьяна, которая этим занимается. И если там кому-то интересно, вот китайская метафизика, можно к ней обратиться. А у нас звонок. Добрый вечер, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Ирина. Очень приятно. Я родилась в Мурманске 15 февраля 1966 года. С 19 часов вечера. Меня интересует вопрос о состоянии моего здоровья. Хорошо, Ирина, спасибо за ваш звонок. Сейчас мы введем данные. Сейчас мы проверим. Так, надо... Сколько хотите, сейчас мы только построим. Пока, одну секундочку. Значит, Ирина, 15 февраля, пол 106, да? Да. 56. 15 часов... 19 часов. 19 часов. 19 часов Мурманск. Вот, Ирина, еще вот такой момент. Мы не врачи. Это раз. У нас нет медицинского образования, поэтому диагноз какой-то там мы ставить не можем никак. Мы можем только посмотреть, что там связано, какие процессы, связанные со временем, идут относительно здоровья. И вот это мы можем посмотреть. Первый градус делаем? Да. Угу. Да. Итак, давайте сейчас по здоровью посмотрим. Квадратура от Урана к Солнцу. Значит, Солнце, да? Солнце 26-й градус, водолея. Солнце напротив Солнца. Смотрите, напротив Солнца две мощнейшие планеты. Это борьба, всю жизнь борьба. Борьба. Вот вы такой вот человек, который боретесь, не знаем с кем. Может быть, с собой, может быть, там с какими-то другими людьми, да, с коллективом. Вот эта вот борьба показана. Конечно, Луна в Овне, да, эмоциональный отклик очень большой, переживательность огромная такая. И вот, как Ксения правильно отмечает, Солнце отвечает у нас за общее состояние здоровья и за сердечно-сосудистую деятельность. За сердечно-сосудистую деятельность. То есть получается, что вот что-то в этом, ну, мы видим нагрузку большую. С прошлого года она тянется. Ну да, Сатурн прошел все. Да, Сатурн прошел с прошлого года, она тянется. И сейчас вот достигает какого-то пика. Поэтому и еще Сатурн... Делает квадратуру к Сатурну. Да, к Сатурну делает квадратуру. Ирина, могли бы мы уточнить, у вас сердечно-сосудистая система или костная? В чем, собственно, проблема? Или мы так общую вашу смотрим жизнь и состояние? И сердечно-сосудистая система, и костная тоже. Солнце и Сатурн, пожалуйста. Ну да, да, пожалуйста. Но что мы можем вам посоветовать? Мы можем посоветовать вам лечиться, заниматься собой. И не только там медицинское, но может как-то вот восстановительные какие-то гимнастики есть. Там всякие доктора у нас всякие есть, которые рекомендуют там как-то двигаться. Ну, трицологи. Да, да. Разного рода служат. Все вот это вот сделать и, конечно, советы врачей выполнять. И еще, значит, вот костная система здесь нагружена у нас до конца этого года, потом легче становится. А сердечно-сосудистая нагружена еще на год вперед. Вот целый год надо собой заниматься. Если можно, там и прокапаться надо. Может, вам ходить порекомендуют. Значит, походить, там, дышать. И вот эта нагрузка, вот эта нагрузка тут висит. Ее можно снизить вот нагрузку? Вот вашу переживательность можно снизить? Да, конечно. Ну вот это вот, что здоровье касается. Спасибо. Стоять, вот можно? Да, да, пожалуйста. Да, конечно. Значит, мой сын 27 февраля. Как его зовут? Одну секундочку. Ирина, как зовут вашего сына? Денис. Денис. Когда Денис родился? 27 февраля 1979 года. Так. Город Ворошиловград. Ворошиловград. Во сколько родился Денис? Вопрос личной жизни. Так, родился в 5 утра. Вопрос личной жизни. Устроить он ее скорость или не скорость? Ворошиловград сейчас. Ворошиловский град это... Луганск, да. Луганск. Сейчас Луганск. Красиво так Ворошиловград. Да и Луганск, ничего. И Луганск красиво. Так, значит, 27 февраля 1979. В 5 утра. В 5 утра. У меня в Козероге Астенген. А как мне Ворошиловград? Ну, либо Луганск, пишите. Луганск. Луганская область. Да. Так, ну давайте посмотрим. 17-я Козерога у вас. Да, 17-я Козерога. Но, видите, двойная рыба. Двойная рыба. Солнце в рыбах и Луна в рыбах. Первый лунный день, кстати. Вот человек с первым лунным днем может себе вот задавать планы какие-то. Эти планы будут даже без его участия. Реализовываться. Реализовываться, избываться, да? И солнце с Луной в рыбах. Но человек в себе же глубоко там находится. Вот вы боевой, а здесь человек он. И Сатурн напротив, правда? Сдерживает. Ирина, скажите, пожалуйста, на данный момент у Дениса есть невеста, девушка? Потому что, смотрите, Сатурн по ней упадет. Нет. Нет, ну хорошо. Сейчас я дирекцию посмотрю. Видите, Сатурн по управителю седьмого дома пойдет? Да, Сатурн по управителю седьмого дома пойдет. Но здесь еще видите, в чем дело. Вот последний год Венера, вот Венера показана в Козероге, 25-й Козерога, да? И последний год вот здесь Нептун шел в 25-м градусе, рыб, и делал секстиль, то есть отличный аспект, прямо вот к этой самой Венере делал. А два года назад Венера прямо на солнце была в дирекциях. Так вот, а год назад там был кто-нибудь у него? Скажите нам, пожалуйста. Нам очень интересно. Нет. Нет. Может быть, он не распространяется в связи с тем, что он такая рыба-рыба? Да, заочно. Любит себя и не рассказывает. Может, он не говорит об этом? Он сейчас общается с девушкой, но вот как я не пытаюсь выяснить, насколько серьезные эти отношения, он говорит, что пока нет. Но вот было бы неплохо, если бы он с этой девушкой все-таки свою личную жизнь сказал. Ирина, так именно поэтому у вас и спросили, есть ли на данный момент девушка, потому что, судя по транзитной ситуации, которая будет в следующем году, ваш Денис может принять такие кардинальные решения в своей жизни, изменить свой статус на замуж. Как? Мужчина-то как замуж? Женат. Женат. 30, 60, 90, 120. Но знаете, что можно еще предположить здесь? Можно предположить, что года через полтора-два у него будет ребенок. Но если он хочет этого, понимаете, вот его пойми, вот этого человека. Во-первых, он хитрый. Да, его вот не схватишь. Во-вторых, он закрытый. И в-третьих, ну, как бы вот любовь любовью здесь показано. И то, что впереди будет вот этот вот Юпитер, задействованный Юпитер, у нас линия домов, значит, 5-й, 11-й запущена, да? То есть это обычно ребенок. Хотя у него и раньше, и несколько лет назад, 5 лет назад, 6 лет назад, Нептун же шел у него по Солнцу, по Луне. У него же были какие-то чувства там или что? Да-да-да, было. Были, так уж упустил ту возможность, сейчас же уже нельзя упускать. Да-да. Надо все это привести в норму. Поэтому, если Денис нас спрашивает, жениться ли ему или нет, мы настойчиво требуем, требуем, да, требуем жениться, завести ребенка, и все, иначе он так и будет. Сергей Михайлович, а Юпитер, ну, посмотри, потом же Юпитер с лета уже будет в Близнецах и успеет у него пересечь границу пятого дома. Тут за ребенка на жене у нас вот показатели. У нас очень много показателей, да. И, то есть, ну, единственное что, единственное что, он не все вам скажет, вот, вот это раз. И второе, он немножко, ну, как-то вот необычный человек. Необычный. А чем Денис занимается? Не в море ходит? Нет, он преподаватель. Преподаватель. А преподаватель чего? Физической культуры. Физической культуры. Рыба-физрук. Рыба-физрук. Вот так вот, да. Добрый. Хороший. Добрый, хороший. Ну, потому что рыб любим. Да. Ну, что здесь можно сказать? Все у него хорошо, вы не волнуйтесь. Вот, мне кажется, мне кажется, исходя из вашей карты, карты Дениса, у нее все нормально, а вы себе по вашей карте накручиваете там безостановочно. А даже, я бы сказала, торопите, потому что луна в облии, любит подторопиться. Да, и Венера там же, да. Да. Ирина. Спасибо. Да, все будет в порядке. Да. Любовная любовь. Спасибо большое. Удачи вам и здоровья. Да. Звоните нам. До свидания. Да, родится внук, звоните, будем смотреть. А уже было сколько раз, да? Мы вперед задействуем. Да, да. Родились, ура. Да, и на чем мы остановились? Мы остановились на людях, которые изучают астрологию. Да, да, да. И вот на самом деле мы раньше думали, вот когда там еще лет 15 думали, вот что же у нас астрологию в вузах там не преподают или где-нибудь там, ну на кафедрах психологии, там какой-нибудь медицины, там или еще что-нибудь, чего же не преподают. А потом мы пришли к выводу, что и правильно это делают, что не преподают. Вот если человеку надо, он сам найдет, он сам будет заниматься и он будет астрологом. Потому что должен быть живой интерес к этой науке, вот я так считаю, к астрологии. А так вот сиди зубридок, они... Да, зубридок, это что ж такое? Там уже так не получится. Это что ж? Мне просто интересно, как студенту вашему прошлому, мне интересно, а есть ли вот такие запросы, что Сергей Михайлович, вот вы преподаете, а я хочу джойтиш учить. Ну так идите, школа-то полно. Ну вот, например, я, к примеру, не я. Не, не, не. Хочу учить джойтиш. Не, ну так с ума сойдешь, понимаете, все знать. Все направления знать нельзя. Вот психологи тоже работают, они работают в каком-то направлении. Он знает про это направление, про это читал, но он в них не работает, правильно? Ну просто, я считаю, что, может быть, всегда можно объяснить западной астрологией, ну то и западная, что она не ведическая, не индуистическая. Ну да. И у нас даже зодиаки разные, там разные плоскости. Ну там сидерические же. Зодиака, да, и там разные... Планеты будут в разных знаках даже находиться. Будет садо-сати какое-нибудь. Просто некоторые клиенты вот по астрологии, да, задают вопрос, а почему вот я вот у вас тут рыба, например, а поджойтишь я вот водолей. А вы это к нему идите и дальше разбираетесь. Да, совершенно другая система, здесь нет ошибки. Ну просто они сразу предполагают, что это какая-то ошибка, если ведическая так. Кстати, уважаемые друзья, уважаемые друзья, мы вот сейчас присутствуем при историческом моменте. У нас солнце сейчас находится в 29-м градусе, в 52-х минутах знака весов. Через некоторое время, каждый год, солнце из знака весов, знак зодиака переходит в разное время. И даже бывает в разные дни. То есть не бывает такого, чтобы было одинаково. И вот сейчас у нас вот мы сейчас вот перейдем с вами, не знаю, за время ли нашей программы мы перейдем из весов в знак Скорпиона. А сейчас, получается, солнце проходит путь Виакамбуста? Ну, Виакамбуста тоже вот сожженный путь, он по-разному интерпретируется у разных астрологов. А вот он входит во сколько? Значит, входит в 19.40. В 19.40 солнце зайдет уже в знак Скорпиона. Вот можно даже тест такой провести дома, посмотреть, почувствуете вы это, не почувствуете. Может, вы перейдете из такого гармоничного состояния в заведенное, да, или захочется с кем-то выяснить отношения. А что это вы тут делаете? Да, да. И вот, видите, мы присутствуем при таком глобальном событии. Хотя, на самом деле, никто никуда не переходит, если честно говорить, да, с точки зрения современной науки. Это движение Земли вокруг Солнца. А в астрологии Солнце вокруг Земли движется. Хорошо. А если, почему каждый год период налогов попадает именно, когда Солнце в Скорпионе? А ведь по астрологии, по-западной, Скорпион отвечает именно за налогов. И в США там начинается год, когда у них Скорпион. Да, вот вы представляете, как сознательно, несознательно, мы не знаем, почему работают так службы, но, пожалуйста, факт совпадения. Пожалуйста, да, факт совпадения. И Скорпион – это налоги всегда. Скорпион – это всегда, да, выплаты какие-то. Это в долг, в кредит, может быть. Но в средневековой Европе или в древнем мире Скорпион это была всегда война, бедствие стихийное и так далее. Сейчас тоже это остается, тоже остается. Но больше… Дань собирать еще был Скорпион. Да, да. Кстати, вот на Руси древней дань-то собирали, когда снег восстановился, когда все замерзало. И вот здесь как раз по осени… А, ну правильно, люди начинали тревожиться и готовиться к тому, что сейчас будут забирать, да? Да, по люди, так называемое, да, князь отправлялся со своим двором собирать дань. Вот, на мой взгляд, это жутко интересно, что на земле, то и на небе, и, пожалуйста, так и бьется, так и получается. Так и бьется, так и телец, посмотрите, сельское хозяйство начинаем пахать, сажать. Дело в том, что и зодиак-то и возник тогда. Вот он возникал, почему-то жизнь в Месопотамии, там, где сейчас Ирак, да, в Месопотамии, между реками Тигра и Ефрат, совпадала вот прямо с небесным зодиаком. Ну, например, в Водолее шли дожди и затапливало все вообще, потоп начинался. Рыба, все было в воде ставили, ставили дамбы, да, чтобы эту воду сохранить. Овен, все высыхало, телец там начинали сажать что-нибудь. Близнецы лепить кирпичи, потому что из кирпичей все строили из глины. И в древности, вот, у шумеров, например, знак близнецы назывался кирпич. Ой, как интересно. С одной стороны лепили кирпичи, а с другой стороны кирпичи похожи друг на друга, все как близнецы. Да, да, да. Так интересно, что дальше Тарак, а вот тебе и дом из кирпичей. Да, вот тебе и дом из кирпичей и так далее. То есть, да вообще по зодиаку можно разложить любое дело. Вот смотрите, овен, это всегда первое впечатление. Вот мы начинаем любое дело, мы раскладываем его на 12 составляющих. Первое, что будет, это овен, это первое впечатление. Вот хочу, хочу вот что-то сделать, вот только хочу какая-то идея. Телец, мы начинаем собирать для этого ресурсы. Близнецы, мы начинаем информацию собирать, входить в какой-то контакт, значит, что у нас там, рак дальше, да, рак. Это в традиции проникаем, как раньше это делали, да, вот какие истоки для этого есть. Потом у нас включается творческий процесс в знаке льва, да, потом у нас кропотливая работа в знаке делу, да. Потом мы работу выставляем на обозрение... На суд общественности. Суд общественности, весы. Потом мы доходим, говорим, что-то мы не то сделали, да, сомневаемся, а потом до кризиса доходим, проживаем кризис. Потом у нас кризис мы прожили, распространяем в Стрельце, распространяем это то, что мы сделали вообще на большие какие-то расстояния. Потом в Козероге мы добились своей цели, водолеи... Нашли единомышленников. Нашли единомышленников, и в рыбах закончили это дело, или сказали нам все равно, мы переходим на какой-то другой этап. Это очень интересно. То есть прямо в любой процесс, пожалуйста, тебе астрология может помочь? Она может помочь. По крайней мере, суть, и как она будет идти дальше? Да, вот философские наблюдения такие, да. И если человек Овен, Овен, у него всегда... Вот сейчас мы видели женщину с Луной в Овне, да. И это всегда Овен будет, это первые впечатления будут, первые впечатления. Вот что там находится, это все равно первым впечатлениям. А если в Тельце что-нибудь, это вот накопить, в кладовочку положить, закатать баночку, да. Правильно. Все это накопить. Близнецы, это коммуникация будет. Чтобы не попало туда, да, вот Солнце попадает, и человек такой разговорчивый, нас общительный. И с Луной тоже. И с Луной тоже, да. То есть ничего сложного в этой астрологии нет. Согласна. Вам не бояться, интересоваться, учиться, и все это придется понимание со временем. Так вот, еще и ученики-то из других школ приходят, да, то есть они где-то поучились. Особенно сейчас очень модно учиться дистанционно. Они накупят курсов, насмотрятся, взрыв в голове, и им надо вот мозг на место ставить. Но я считаю, что должна быть определенная все равно инициация. Ученик и учитель должны хотя бы видеть друг друга в лицо, хотя бы разум. Мне так очень-то кажется. Правда же? Ну да. Но потом все равно возникает, ведь что не при... Вот если дистанционно даже вести какие-то курсы, все равно надо индивидуально с кем-то что-то обсуждать. Потому что у одного там одно в голове, у другого другое. Надо выяснить, что там в голове происходит, скорректировать как-то и так далее. Причем астрология такая, она, когда начинаешь практически заниматься, она непростая. То есть это вот мы сейчас тут устраиваем шоу, а у нас звонок. Добрый вечер, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Так, меня зовут Людмила. Очень приятно, Людмила. Чей гороскоп будем смотреть? А, мой гороскоп. Когда вы родились, Людмила? А? Когда вы родились, Людмила? Ой, а, родились... 27 января. 27 января? Да, год. 1949 год. Время рождения и место. Ура, Мурман. Время рождения? Так, ну, примерно с двух ночи до трех, где-то так. Слушай, я не знаю, я с 49-го года родилась. Мне не говорили. После войны. После войны, да. Часов-то не было, наверное, да. Ну, тогда мне не говорили. Откуда тогда вы знаете, что с двух до трех? Я подумала, что с двух до трех воспитываю. Там вообще ничего мне не говорили. Людмила, откуда тогда вы знаете, что вы с двух до трех родились? Ну, я примерно чувствую, потому что у меня дочь родилась где-то кессера в 2-20 чем-то. И я примерно вот чувствую вот это время, я не сплю я в это время. Ага, ага. У меня вот такое ощущение. Ну, интуиция. Ясно. Ну, будем ориентироваться на вашу интуицию. 29-го Скорпиона. Ну, да, да. Ну, значит, что мы видим? Водолеи Солнца. Водолеи Солнца. А Луна в Козероге с Юпитером соединена. То есть Людмил такой человек, ее не переспорить. Угу. Ну, почему? Я за правду только. За правду. За правду. Да. Мы не спорим. Мы не спорим только про правду, да. Спросите, что вам рассказать. Людмила, что бы вы хотели узнать из вашего гороскопа? Да, я хочу, я вот сейчас это... Раздаю квартиру и хочу ехать в другой район. Ну, в городе Мурманске только другой улик. Ну, район. Угу. С Ленинского в Аптятушки. Как у меня получится, Ленин? Ну, судя по всему, вот у нас за переезд это отвечает Юпитер, да? Он у нас в Тельце идет. В Тельце он вот задел вашу Луну вот так в течение... Вы в течение этого года замыслили переезд, да? Да, да, я уже встала, встаю. Это, встала только вот на учет. А, вы должны получить, да? Нет, я продаю, покупаю. Я частьник. Вы частьник. А на учет-то куда вы встали? А не на учет. Это, в смысле, с риэлтором уже. А, с риэлтором работаете, да? Да, уже связала с риэлтором. Он будет заниматься. Ну, вот смотрите, что здесь показано. У нас хорошие времена. У нас хорошие времена идут. Улучшаются эти времена в следующем году. Вот я кручу, в следующий год зашел. Планетки двигаются. И вот здесь у меня ближе к лету, ближе к лету, начиная с марта месяца, может быть, с апреля месяца, апрель месяц, май. В 1924 года, да? Да, май месяц очень хорош. Май месяц очень хорош. А я сейчас занялась. Ну, занимайтесь, занимайтесь. Сейчас тоже хорошо. Но у нас вот все самое замечательное. Может, это вам хорошо просто там станет, вы как раз вот все там сделаете. У нас апрель и май 1924 года вообще шикарный. И для переезда очень хорош. Сейчас есть сдерживающее начало до Нового года. Ну, пока будут искать, не подыскивать. Пока мое продавать, так-то и получится, наверное. А вы почему район меняете? Вы хотите пожить вот в каком-то вот более великолепном месте? Или вам не нравится тот район, где вы сейчас живете? Не нравится этот район, там с водой проблема. Хотя я уже многие решила проблемы с домом. Там ремонт сделали благодаря мне. Вот. Ремонт дома сделали. Все поменяли. Этот, как... Бройлер. То есть вы все сделали и уезжаете? Нету воды еще, собирается, но не знаю. А там дом отремонтируют, пока ремонт был. Благодаря мне. Ага. Везде писала и документы, да. Вы молодец, Люблю. Отправляла. Вот таких, как вы, держится весь дом. Да, я вот такой человек. Да. Вот мы и говорим, что спуску-то не дадите вы. Нет, я для дома вот. Все для людей, а себе ничего. Ну вот вы правильно делаете, что переезжаете. Переезжаете, совершенно правильно. Я думаю, все у вас получится. И даже не волнуйтесь, все вам подберут. Просто не торопите процесс. Нет, нет. Я... Да, будут пока подбирать, пока мою продадут. Потом будут поискать, подбирать. Это чуть не скоро. Конечно. Скорее всего. А что там у меня еще есть такое со здоровьем? Ну что со здоровьем? Вот представляете, что со здоровьем? Но вы полны сил. Ну да, у меня... Мне же много лет уже 75 будет. Вы полны сил, Людмила. Вы полны сил, да. И вот, понимаете... Энергии много. Энергии много. И эту энергию надо тратить вот так, как вы делаете. В мирное русло. В мирное русло, совершенно верно. То есть вот приедете на новое место, тоже там посмотрите, что надо сделать. То есть не теряйте вот ваш вот этот напор энергетический. То есть обязательно надо отстаивать что-то, обязательно надо заправдывать. Такой человек я, не могу без этого. Вот, вот. И чем больше вы с людьми общаетесь, разговариваете, двигаетесь и ходите, тем лучше будет ваше здоровье. Ага, спасибо. Вот так. А потом, когда вы переедете, у вас будет время новых знакомств. И Питер сделает из близнецов к Солнышку, к Меркурию, к Марсу. Куча новых знакомств, интересных всяких встреч. И т.д. Поэтому да. Это я люблю. Мы не сомневаемся про это. Кстати, а вот сейчас же много в городе, очень много для людей зрелого возраста всяких мероприятий проходит. Там есть и встречи различные, и клубы различные. Вот вы участвуете в таких? Нет, в клубах нет, а я самостоятельно все. Я вот в Калининград съездила сама, все посмотрела самостоятельно. Недавно в Калининграде была. Ходила все туристическими маршрутами сама. Ну, вы даете. Мы восхищаемся вашим талантом. Да, и вашей силой. Вот дай бог всем такого здоровья. И вам еще большего здоровья, да? Да у меня, конечно, проблемы с этим, с хондрозом, но ладно, ничего. У меня тоже проблемы с хондрозом, вот поверьте мне. Да. У всех людей старше 40 проблемы с хондрозом. Мы им сделаем РТ позвоночника, и все будет понятно. Просто есть недообследованные. Ну да. Людмила, еще есть нам вопросы? Ну, врачам тоже не хочется ходить, Владимир Владимирович. Людмила, коллеги, к нам есть еще вопросы? Да, все, спасибо большое. Удачи вам, здоровья вам большого. И всего самого замечательного. Да, звоните. До свидания. Как меня уважают таких активных людей? Вы видите, это когда активность такая показана, вот как здесь, да? А что делать тем, которые неактивны? Вот мы сейчас мальчика смотрели «Двойная рыба» и «Сатурн» напротив. Он же не такой, как вот эта женщина, да? Вот эта женщина, да? Он не такой. Но эти же люди тоже для чего-то созданы, для них тоже что-то должно быть. Вот я все думаю. Вот смотрите, опять та же школа, да, в нашей стране, или вуз в нашей стране, да? Они заточены под успешных людей, которые что-то хотят, куда-то стремятся, да? Но есть же люди, которые никуда не стремятся. Они тоже для чего-то нужны, для них тоже что-то делать надо. Да. Вот я не знаю, как решить этот вопрос. Я думаю, что он решит... Особенно с клиентами. Он решит, нет, ну рыба-то у нас тоже физкультурник. Ну, физкультурник, а здесь-то какой вот потенциал жизни-то какой мощный? Ну, конечно, видите, с такой луной борется за, так сказать, справедливость, за дом. Да Юпитер прям с луной. Юпитер помогает. Смотри, Сатурн и в стране, это прекрасно, Людмила, ну все замечательно. Марс с Меркурием. Разбегайся в разные стороны. Уговорит. Да, да, да. Очень приятно. То есть вот здесь вот так вот, и мы в карте встречаем, да, вот приходит, вот женщина такая активная, да, а мужчина, вот там рыбы, телец и все остальное. И она говорит, да он на диване все время лежит, он там не ходит никуда и так далее. Но об этом мы поговорим, и у нас звонок. Добрый вечер, здравствуйте, вы в прямом эфире программы «Знаки». Слушаем вас. Как вас зовут? Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Так, меня зовут Елена. Очень приятно, Елена, когда вы родились? 12 января 1957 год. Где и во сколько? Город Мурман. Угу. 5 утра. Так, Елена, что привело вас в нашу передачу, что бы вы хотели узнать? А вот, сейчас я вам скажу. Давайте. Значит, я бы хотела узнать, получится ли у нас, будет ли наша мечта. Мы что-то стали заниматься подготовкой к строительству дома. Мурманске, Масовке Варничной. Ух ты. На Солоково. Земля у нас наследство досталось. 7 лет мы этим не занимались, не до этого было. А вот сейчас, правда, я инвалид, я занимаюсь инвалидностью, а дочери своей старше выписала генеральную доверенность. Ну, потому что она быстрее бегает, молодая, чтобы это все делала. Ну, вот, Елена, вы же тоже энергичный человек, правильно? Ой, что какой? Ну, уже здоровья не было. И вы дочь подгонять-то будете, собственно говоря, и контролировать будете, да? Вы знаете, там много подводных камней. Она вот сделала на консультацию. В силу того, что я инвалид, у нас от государства деньги выделяют. Вот она сейчас занимается, значит, то, что вот кубышечка, и получить еще вот эти вот денежки, у меня сейчас как раз переаттестация, будет 12 января, в мой день рождения по инвалидности. Ну, тут-то я понимаю, что она будет продвинуться. И вот получится ли у нас вот это все вот кубышечку собрать, документы правильно оформить, и, наконец-то, построиться? Ну, вопрос такой, да, получается. Вопрос такой получается. Построится ли у вас дом? Да. Сейчас вот мы попробуем немножко. Но из карты у вас видно, что у вас впереди времена такие рабочие. Рабочие с большим заделом. А вы тут или построите дом? Построится дом, да. Сейчас мы вот посмотрим хоранную карту, так называемую. Меркурий добежит до Марса. Сейчас мы будем смотреть. Юпитер в Тельце, а в оппозицию? Так, сейчас я построю, что надо. Меркурий две дни все время не заделал аспект в Тельце. Вот все в какой инстанции, дочка ведь не доделает. Мы понимаем, сейчас мы проанализируем хорарный вопрос для вас. Чтобы у нас займутся, это получилось, и вот ближе к лету начать. У меня что-то 30-й получился. Да, 30-й. 29-й, 21-й. 30-й и Меркурий тут... Все решено. Да все решено. Кстати, а Меркурий уже к Сатурну сделал аспект. Луна уже квадратила к этому Меркурию. Меркурий... К Марсу уже тоже квадратура была. А к Юпитеру? Меркурий к Юпитеру. Сделает. Сделает. Но, Сергей Михайлович, он уже сделал запрещающий к Сатурну, Меркурий, и сделает еще и к Марсу. Да, Меркурий почему-то до первого не добегает. Так, давайте дочь будет строиться, да? А? Дочь будет заниматься строительством. Фактически, как мы поняли из вашего рассказа, заниматься будет ваша дочь. Мы правильно вас поняли, Елена? Да, все правильно. Она и документацией сейчас занимается. Вот если надо будет, то я... Она мне сказала, мам, ты как тяжелая артиллерия. Да, вы тяжелая артиллерия, да. Да, я тяжелая артиллерия. Я тебя подплечу, если будут какие-то там мне палки в колесах. Скажите, как вашу дочь зовут? Она меня очень бережет. У меня 13 февраля был приступ. Я по Читин-Парсам поступила в городскую парку. И мне ставили два стена. Поэтому вот сейчас она меня очень набережет, чтобы я не нервничала, не ходила, не... Как приятно иметь хорошую дочь, это очень здорово. Людмила, Елена, скажите, пожалуйста, как зовут вашу дочь, когда она родилась, мы посмотрим гороскоп для нее, поскольку все-таки фактически постройка дома занимается она. Я хотела вас попросить. Значит, зовут ее Карина. Зовут ее Карина. Родилась она 18 мая 1984 года. И узла какой? В Мурманске в 10.30. В 10.30 утра, Елена? Да-да-да, утра. Мурманская, значит, Елена. Елена. Первый роддом. Ну, смотрите, Елена, у вас тоже человек упертый, работоспособный, ответственный. И все, что показано со строительством впереди, со строительством, у нее очень-очень хорошо выглядит. Отсюда мы можем сделать предположение, что стройку вы что-то в кубышку там, как вы говорите, наберете, и какая-то стройка у вас начнется. Ну, кубышка... Знаете, она к этому так внимательно отнеслась, что она все лето, сама свала, уже освоила этот участок. Наняла там трактористов, бульдовельцев, уже все выкорчевали, уже все, где теплицы будут, где что. Прям как раз на Амиро-филева башня, как я ее называю. Ну, видите, тоже вот так теплицы, сельское хозяйство вести, это не трудно ведь, да? Нет, нет, я не об этом говорю. Я просто уже посмотрела, там вот забросенный колодец такой, который от города остался, ему лицо там. Он прям рядом с нашим участком. Она говорит, мам, ты говорила про цветочки? Ну, здесь могу тебе тепличку поставить. А, ну вот так, да. Ну, Карины в управлении второго в дирекциях на асценденте, солнышко на асценденте, так что тоже. Тоже, да. Да, мы думаем, что здесь все получится, все получится, и через какое-то время, но мы не можем сказать, что этим летом, да, через какое-то время дом построится. Просто начало строительства видно, получение финансов видно, но получение финансов ближе к лету, когда у нас Юпитер... Вы там же понимаете, в чем дело? Если подключать мою инвалидность, по моей группе дают полтора миллиона и все. Ну, плюс наша Кубышка. Пока это, это же... Там же через банк все делается, это вверх красе пока это... Это мы все понимаем. Ну, вот, и стройтесь, и мне кажется, тут очень хорошие времена, и весь этот год очень тут хорошо идет. Вот в этом году надо сделать максимум, ну, то есть фундамент хоть поставьте там, под крышу что-то заведите, потом будете доделывать. И еще один момент, один момент. Понимаете, это все вот выгодно, очень хорошо и выгодно все в этом году делать. Вот в... Ну, отсюда до середины лета, да, до середины лета, самый выигрышный момент. Поэтому не надо замахиваться на слишком огромный проект, мне кажется. Нет, 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 нет. Мы по своим силам и Кубышке понимаем, что у нас может получиться. Ну, так ответ положительный на ваш вопрос. Вы построите... Звезды не против. Звезды за, да. Они показывают, что у Карины очень хорошие времена для строительства, для возможностей всяких, для получения финансов. Ну, тут очень хорошие времена. Спасибо вам большое. И еще единственный вопрос. Когда у меня в прошлом году, в этом году, 13 февраля, на скорой, сейчас у меня инфарктное состояние было, мне вот буквально в следующем месяце, ну, еще два сцена, сказали, будут устанавливать. Посмотрите мое здоровье, спокойно мне идти туда. Так, подождите, подождите. 13 января 2023 года у вас был инфаркт. 13 февраля 2023 года мне... Ну, был инфаркт, и мне устанавливали стены. Мы в медицинских терминах ничего не понимаем. Сейчас мы посмотрим, что там за инфаркт. Так, но опять же, опять же, если, значит, мы будем смотреть карту, значит, где тут, в Козероге, да, в Козероге Солнце. Солнце управляет Сатурн. Сатурн был в 11-м Стрельца в Радиксе, а Марс встал напротив Сатурна. Ну, это не тяжелый инфаркт, не тяжелый там показано инфаркт. Я, Вова, не успела. Мне успели купировать приступ и установить туда стен, в артерию. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Значит, если смотреть впереди, смотреть впереди, значит, что у нас? Если вы устанавливаете вот это, то, что вы устанавливаете до середины, ну, до начала лета следующего года, до начала лета следующего года, то все здесь замечательно. Время благоприятное, да? Все здесь, да, благоприятное. Слушайте врачей, консультируйтесь с ними побольше. И если они говорят, что надо там что-то ставить, надо ставить. Да-да, мне Планово уже стоит. Так что вот. Да, что-то я задумалась. Елена, какие еще вопросы есть у вас к нам? Про внуков. Мне кто-нибудь из троих моих детей не хочет внуков прислать? Ну, из троих мы не знаем. Давайте мы посмотрим Карину. А Карина... Хотя бы Карину. Она старшая. Ну, у Карины вот и показатель-то такой. Смотрите, что показывает-то, что до этого лета она работает-работает. А с лета она может захотеть завести внуков вам. Карина. Я уже дождаться не могу. Они все учатся, работают. Но вот вы, Карине, поставьте задачу, что до весны она... Я тебе дом, ты мне внуков. Да, до весны она вам строит, да? А с весны вот она занимается собой, потому что у нее вообще шикарные показатели. А у нее есть дети, у Карина-то? Нет, у нее три высшие образования. Почему? Три высших образования. Три высших образования. Это тяжело. Но строительство дома, строительство дома, оно же направлено на что? Что дети бегали где-то, да? Да. Я вот по хитрам это и начала делать, именно чтобы она занималась. Но у нее, вот у Карины, вот показатели хорошие. Остальных мы, наверное, не успеем посмотреть. На следующий, следующий понедельник, да. На понедельник звоните. Хорошо. Ну что, я обязательно еще раз позвоню, хотя бы, может, все еще мне подкинут двое. Ну вот Карина-то, чего Карина? Карина, нормально все. Мне тоже кажется, нормально. К солнцу, аспектация от Нептуна, да, что тут не заводить детей-то? Заводи, да, заводи. Да. И, как вы говорите, солнце на астенденте, правильно? Чтобы получается. Мальчоночку. Так, ладно, мы попрощаемся с Еленой. Елена, всего доброго, звоните нам в следующий понедельник, будем смотреть ваших детей. Спасибо большое, я вам очень благодарна. Всего доброго, удачи вам. Так, что-то вот задумались, да? А я что-то задумалась, теплицы, курицы, думали, так, подождите, Мурманск, вечная мерзлота. Правда, можно же, а почему нас вот не разводить? Да, сложнее может быть. Ну, сложнее, да. Ну, и сейчас вот строительство, смотрите, какое частное развивается. Если мы там пять лет где-то на велосипеде мимо проезжали, там ничего не было. Сейчас едешь, так вообще понатыкано домов, это очень хорошо, очень хорошо. Вы бы строились в Мурманске, вот вы, как человек, вот просто, вот хотели бы построить... Хотела бы, я вообще на севере жить, я люблю север, да. Поэтому вы в тельняшке. Естественно, поддерживайте, честно, вы произвели. А я вот не знаю, вот я уже думаю, вот строится ли в Мурманске, да, если была такая возможность и желание, или где-то в тёплом месте? Хочется в тёплом месте-то. Может, солнце повесить? А можно и там, и там? И сейчас можно и там, и там, но это сколько хозяйств-то вести, видите? Опять же, люди разные есть, да? То есть дом – это вот хозяйство. То есть это там куры, вёдра, понимаете, лопаты, это же уже что-то. Вот я смотрю, я очень люблю смотреть программы про стройку, про дома, вот узнал, какие фундаменты бывают, отопление. А у нас звонок, ну ладно. Алло, алло, здравствуй. Добрый вечер, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Елена. Елена, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, мы для вас будем строить гороскоп? Да, 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 у меня один. Тогда, пожалуйста, вашу дату рождения, время и место. 17 апреля. Так. Восемьдесят девятого года. Восемь утра, Алинигорск. Так, Сергей Михайлович. Значит, 17 апреля восемьдесят девятого. 17-го, восемьдесят девятого. Так, солнце на восходе с Венерой в соединении. 17 апреля восемьдесят девятого года. А вы не были у меня в Алинигорске? Нет, у вас не попало к вам. Так, солнце. Солнце с Венерой в Овне. Так, ну прямо она на асценденте. Прямо на асценденте. Елена, что бы вы хотели узнать? А вы красотой занимаетесь, нет? Да, да, да. Что бы вы хотели узнать? Да, про личную жизнь хотела бы узнать, будут ли какие-то отношения. Слушайте, вот у вас, ну как бы здесь, вы красота, сама красота вот здесь показана, да? И что это, значит, какие отношения? Тут все, Марс у вас в близнецах, вы такой шустрый, быстрый человек, солнце с Венерой. Такие люди одинокие не бывают. Альмуттон седьмого дома с солнцем в соединении на восходе. Да, я вообще шокирована. Управитель седьмого в первом, сам на ней человек. Так, а Юпитер там бы шел. А что, у вас не было летом какого-то романа или отношений? Закончилось все. А, ну закончилось все. А, нет, подождите, а как давно закончилось? Так это... В августе. В августе. Лен, ну так там на квадратуру. А что, вы прям решили, что окончательно закончилось? Нет, это не закончилось. Тут нету... Нет, там может быть окончательно закончилось, ты мужчина. С тем может быть окончательно, да? Но у вас тут просто шикарные показатели на личную жизнь. На красоту, на заметность. Вот все, что можно. Здесь очень даже хорошо. Сейчас мы очень напряженно думаем, считаем здесь, где что. Сейчас на дирекцию посмотрим. Но, например, я могу сказать, что замуж вы выйдете официально, ну, может, года через два, два с половиной, вот так вот. Потому что здесь вот показатель есть. Когда вы познакомитесь в ближайшее время, да вот и сейчас вы можете познакомиться. Юпитер идет по Меркурию, по Меркурию. Это знакомство. Знакомство. Что тут еще? Так, у нас Марс, у Лены, Марс пересечет границу четвертого дома. Тоже прямо вот сейчас пересекает по дирекциям. Но это тоже мужчина в доме может оказаться, да? Нет, но Марс, извините, Скорпион полностью застил этот самый седьмой дом. Тоже мужчина ведь. Да. Поэтому здесь, видите, здесь очень хорошие показатели у вас все. Вы не расстраивайтесь, просто надо как-то вот... А вы живете в Мурманске? Нет, в Оленигорск. В Оленигорск. Ну, Оленигорск маленький город, понимаете? Там маленький, это все друг друга знают. Ну и что, летчиков много? Летчики через озеро. Рядышком. Да, но, значит, здесь, может быть, интернет добавить как-то, может, Мурманс как-то связать и так далее. Потому что, ну, все тут нормально. И вот знакомство прямо вот оно под Новый год, потому что Юпитер у нас идет по Меркурию. Меркурий коммуникация, Юпитер возможности, дальние, дальние как бы связи показаны и так далее. Я хорошо, спасибо вам огромное. У вас очень хорошо. Пожалуйста. Лена, не стесняйтесь, звоните нам еще. Когда мужчина появится, чтобы посмотрели, как чего с ним делать. Мне кажется, он к Лею не сам придет. Посмотрите, у правителя первого прям с Меркурием все в первом доме найдет он. Вам надо только блистать, понимаете? Вот чувствовать себя хорошо и радоваться жизни. И все будут крутиться. Вот летом эти романы, вы посмотрите, Венерышка, помните, ретроградная была? И Куран, и Юпитер, вот квадратилы, квадратилы. И все бывшие. Все повылазили, но остается сутью, что расставались и расставались. Так что надо грустить. Вот на этой хорошей ноте, любовной, уважаемые телезрители, наша передача подходит к концу. Желаем вам всего хорошего, само замечательно. Звоните нам, пишите. И, дорогие друзья, 28 числа, 28 октября, за 10 минут до полуночи состоится лунное затмение, закрывающее коридор на оси знаков Телец и Скорпион. Если у вас были какие-то вот эти полуторагодовалые вопросы по финансам, разделам, так сказать, все это разрешается. Не наделайте глупостей и до будущего понедельника. Продолжение следует...